Я рада приветствовать всех и не буду лукавить, мне очень приятно, что встретить первую презентацию именно здесь, в этом зале, в котором мы много лет собирались. И именно в Гомбинском районе эта презентация. Спасибо большое. И еще мне очень приятно, что благодаря общим нашим усилиям книга получилась достаточным тиражом, и она не будет стоять только у автора на полочке, на книжной. Она будет вот здесь, в Библиотекаре района, и я в свое время тоже работала 5 лет в Романовичу библиотеке, поэтому я ваш коллега и рада, что именно вы сегодня здесь, в этом зале. И книга, благодаря тому, что нам помог Рейсполком, Рейсовет, книга дойдет до читателя, до библиотек. Это самое ценное, чтобы ее увидели, а книга достойная. Здесь 340 страниц, 80 авторов, на любой вкус здесь. В самом деле, как сказали здесь и начинающие авторы, и опытные, поэтому книга очень достойная. Я думаю, что вы и каждый найдете, что здесь для души почитать. Ну и большое спасибо каждому автору за терпение, потому что книга шла очень долго, ковидная. Мы не собирались в это время, и поэтому все благодаря тому, что сейчас такое время интернетное, мы работали ударенно с авторами. И книга получилась, и я уже получила отзывы, что книга нравится, книга хорошая, она оформлена работами молодых художников. Я думаю, что в ней жить, и она не станет незамеченной. Как уже сказали, она узнаваема у нас, я постаралась выдержать один, значит, господи, потеряла слова. Один формат, чтобы они были узнаваемы. Вот ты их поставишь, и видно, что это прорезка наша. Поэтому спасибо каждому, и я хочу поблагодарить именно от прорезки. Так, Александровна, это... Нет, это просто вопросик, а вы знаете, что... Если нет, ставите, не передайте, пожалуйста, в хозяйство. Ответ за мной, наверное, закрывается хозяйственный порт, вы знаете, поставлена задача студентам Александра Никольевича, которую недавно посетил Ломинскую область. Поэтому, поднимая прогнозные показатели в отрасли животноводства, Михаил Александровичу будет очень приятно получиться, я думаю, в этой прогнозации. Одно большое спасибо.